Пищевые добавки и консерванты Сохранять пищу как можно дольше Соль, уксус, перец, специи Давно стали необходимой частью нашей жизни Поэтому надпись на упаковке Не содержит консервантов Вызывает у исследователя Оправданный скептицизм Иногда, конечно, у нас бабушки стоят На рынках На перекрестках Продают маринованные огурцы Без консервантов или маринованные помидоры Но бабушки не понимают Что соль, уксус, который они используют Или лимонную теслату У каждой бабушки свои рецепты маринования Это и есть консерванты Немало важно и то, что пищевые добавки В России регламентируются ГОСТом В нем проводится четкое определение Пищевой добавки Представители здорового образа жизни Часто говорят о пользе овощей и фруктов И других натуральных продуктов Но, как показывает практика По добавкам они отнюдь не полезнее Той же самой колбасы Например, ГОСТовское содержание красителя В 50 килограммах колбасы Сравнимы с содержанием этой же добавки В одном килограмме щавеля или петрушки К тому же, в колбасу их добавляют Исключительно намеренно и в определенной дозе А зелень, помимо всего прочего Усваивают из почвы азот В виде нитратов и нитритов Если мы возьмем самую чистую Какую-нибудь экологически чистую территорию Незгрязненную Где растет та же самая брусника Наберем оттуда брусники И измерим там содержание бензоата натрия Мы получим содержание Очень близкое к тому Если даже не большее Чем это требуется по правилам Санфиннадзоров По правилам надзоров за пищевую промышленность При добавлении этого же бензоата натрия По словам исследователя Нитраты не представляют вреда В отличие от производных от них нитритов Можно ли утверждать Что колбаса с красителями и нитратом натрия Полезнее щавеля и руклы И на этот вопрос постарался ответить казанский химик При этом, поскольку если в колбасу То есть нормы добавления То в растениях нитрат и нитрит В период рост, в период вызревания Копятся довольно сильно Для того, что одна из форм Использования энергии растений И иногда Можно отравиться нитратами, нитритами И просто потребляя обычную там капусту Или огурец грядки Даже если не поливали специально Нитратными удобрениями А там это наше органическое земледелие Остается лишь добавить Что с наступлением весны Организм каждого из нас Испытывает дефицит различных витаминов И несмотря на свой страх Перед неизведанным словом химия Все же необходимо добавить в свой рацион Много овощей и фруктов И мясные продукты Как основной источник белка и железа Приобретать мясные продукты С индексом Е в магазинах можно смело Ведь введение данного комплекса добавок В продукт имеет одну цель Не просто сохранить А улучшить его качество Адель Шамилова, Андрей Багаудинов Универньюз